Белый дом, РФ хочет больше жертв среди гражданских в Украине, чтобы «сломать волю». Кремль концентрирует внимание на нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и объектам оборонной промышленности в Украине, в попытках истощить ПВО в СУ. Захватчики, в частности, пытаются увеличить количество жертв среди мирных жителей для деморализации, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК Украина со ссылкой на его брифинг, американский чиновник выразил мнение, что такая тактика Кремля является частью того, что Россия, пыталась сделать с начала зимних месяцев, а именно, увеличить количество жертв среди украинского населения, чтобы сломать его волю, сказал Кирби, по словам представителя Белого дома, подобные атаки россиян на гражданские объекты в Украине продолжаются на фоне отсутствия серьезных успехов на фронте. Вместе с тем Кирби допускает, что войска РФ могут увеличить наступление после того, как почва станет жестче. Также он высказался о попытках войск РФ воздушными атаками по Украине истощить системы ПВО сил обороны, однако отметил эффективность воздушной защиты Украины, ракетный обстрел 23 января. Напомним, ночью и утром 23 января Россармия нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Под ударом оккупантов оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города, в ходе этого обстрела россияне использовали, по уточненной информации от генштаба в СУ, 44 средства воздушного нападения. В результате боевой работы силами и средствами ПВО было уничтожено, 15 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, 5 баллистических ракет, Искандер-М, и два управляемые авиационные ракеты Х-59. Вечером стало известно, что в Харькове из-под завалов многоэтажки получили тело восьмой жертвы, эта девочка. Детальнее о последствиях сегодняшней ракетной атаки РФ, читайте в материале РБК Украина, добавим, что по словам генпрокурора Андрея Костина, в Украине в результате сегодняшних российских обстрелов известно уже о 12 погибших. Наибольшее количество жертв – в Харьковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.